Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! Сегодня мы с вами будем помогать нашей клубнике. Она же земляника садовая. Она уже отплодоносила, мы давно уже собрали урожай, что-то заморозили, что-то приготовили, и самое время помочь нашей клубнике подготовиться к новому сезону в будущем году. Влажная погода, которая установилась в последние дни, спровоцировала бурное развитие грибковых пятнистостей на листьях, в частности, бурой пятнистости. Практически на каждом листе вы можете увидеть множество некрасивых бурых пятен. Как и все листовые пятнистости, они наносят урон именно из-за потери фотосинтетической поверхности, то есть ослабляющие растения. При сильном поражении такие листья быстро отмирают. Вот мы можем видеть такие вот листья. Как мы можем помочь нашему растению? Традиционно среди садоводов-любителей существует два разных мнения. Нужно срезать листву после плодоношения, либо нет. Я могу сказать, что такими категоричными быть, наверное, нельзя. Нужно руководствоваться каждым конкретным случаем. Если вы выращиваете устойчивые сорта клубники, которые слабо поражаются, и в вашей местности ни белой, ни бурой пятнистости на листьях нет, то срезать нецелесообразно. Ведь срезав здоровые листья, мы фактически заставляем растения заново их создавать, тратить свои силы. Но если пятнистости развились очень бурно, если началось отмирание, то чтобы искоренить болезнь, снизить инфекционный запас у нас в саду, целесообразно будет удалить больные листья, либо полностью скосить клубнику. Листья все собрать и обязательно сжечь, либо уничтожить в компосте. Путем закапывания в землю, в компост, в навоз, не менее чем на 2 года. За это время все болезнетворные грибки обычно исчезают полностью. Итак, как мы поступим с нашей клубникой? Она недавно отплодоносила и уже началось отмирание цветоноса. Дело в том, что на всех ослабленных органах, тканях, очень охотно поселяются различные болезни. И если это так и оставить, то мы создадим очень хороший запас инфекций на будущий год. И наша задача этого не допустить. Поэтому все больные ягоды, больные листья, отмирающие листья и цветоносы мы обязательно удаляем. Вторая причина для того, чтобы удалить листву, это заселение земляничным клещом. Дело в том, что искоренить его довольно сложно. Если он завелся у нас на посадках и завелся и поразил очень сильно, то иногда имеет смысл даже выкорчивать эту посадку и уничтожить. Потому что клещ прячется внутри, на молодых листиках, зимует там. И удалить его из этой зоны бывает очень сложно. Если у вас проблемы с клещом нет, желательно провести все-таки небольшую профилактическую обработку. Именно в этот период. Итак, здесь мы видим с вами развитие бурой пятнистости, довольно-таки сильное. Поэтому мы будем удалять листья на кустах. Второй момент. Дело в том, что удалив листья, мы решаем растение питания. И наша задача помочь ему поддержать в этот момент, чтобы он смог сформировать этот кустик, новый здоровый лист и уйти под зиму уже с сформированным листовым аппаратом. Для подкормки сейчас необходимо использовать полноценное комплексное удобрение. Это может быть как удобрение, которое вносится в почву. Здесь вы видите, содержание ассута фосфорокалия приблизительно равное. Чтобы не провоцировать сильный рост, избыточный. Желательно, чтобы такие удобрения были обогащены микроэлементами. Можем использовать также растворимые типа кристаллона, кемира, эколист. А также сейчас пошла мода на растворимые удобрения с содержанием оксигуматов, которые создаются на основе естественных природных минералов, того же самого торфа. Производители обычно обогащают их также микроэлементами, что существенно поддерживает наши растения. В данном случае вы видите, что союз хим специально разработан для поддержания ягодных кустарников. Итак, сегодня мы срезаем лист клубники, подкармливаем ее и защищаем. Для защиты клубники от клеща целесообразно используют такой препарат фитоверн. Он обладает универсальным действием как против насекомых, так и против клещей. А для того, чтобы исключить остатки болезни у нас на плантации, мы в баковую смесь добавим препараты от болезней. В данном случае мы будем использовать тапаз, чтобы бурая пятнистость на наших растениях больше не появлялась. Итак, мы срезаем листовый аборат растений, оставляя только небольшие пенечки. Фактически на кустике должны остаться только молодые листики в центре розетки. Вот они, видите, прячутся. Также удаляем усы, которые клубника успела набросать за этот сезон. Дело в том, что если у вас не стоит цель получить рассаду, усы клубники не нужны. Вот видите, пошла болезнь. Такие листья удаляем обязательно. Ведь оставленные здесь на грядке, они будут рассеивать в дальнейшем споры, вызывая только усиление заболевания на плантации. Врезаем все формирующиеся и сформировавшиеся усы, оставляя только молодые здоровые листики. Обязательно убираем все отмершие листья, которые лежат на поверхности почвы. Все это инфекция. А инфекций у нас на участке быть не должно. Здесь вот можете видеть, земляничный клещик когда-то повредил этот листик. Характерные признаки – это такая вот легкая морщинистость. Лист как будто слегка сжат. Убираем появившиеся сорняки. Их тоже здесь быть не должно. Здесь вот хорошо видны молодые, формирующиеся, совершенно здоровые листья клубники. Мы подготовили грядку для внесения подкормки. Можно вносить как розсыпную, комплексное удобрение с добавлением микроэлементов, обогащенное, так и вне корневую. В любом случае препарат, попав на зеленые части, всасывается, он хорошо проходит раствор через мульчу. Главное – хорошо смочить поверхность. И после этого еще пролить водичкой. Позже. Позже. Не сразу. Препарат, которым мы будем работать против болезней вредителей, должен подействовать. Итак, сегодня мы будем подкармливать нашу клубнику специальным кристаллоном. Здесь содержится равное количество азота, фосфора, калия, а также комплекс микроэлементов, в частности магний, молибден, бор, цинк, железо, которые очень необходимы растениям. Это фактически как витаминки для растений. Для защиты от клеща, которого мы выявили на участке, мы будем использовать фитоверму. Это препарат широкого спектра действия, который уничтожает как насекомых, так и клещей. И от бурой пятнистости, которая здесь развилась, мы будем использовать топаз. Все препараты сначала разводим в небольшом количестве воды и только потом заливаем в бак, готовя баковую смесь. Следует помнить, что в одном баке не может смешиваться более четырех препаратов одновременно. Итак, у нас уже готов раствор для защиты. И сейчас мы аккуратненько внесем препарат на грядку. Особенно тщательно опрыскиваем серединку, каждого кустика. Кроме того, смачиваем мульчу, ведь на поверхности ее тоже могут находиться и клещи, и вредители различные, а также споры, возбудители, болезни. Тщательно смачиваем листовую пластинку, чтобы защитный раствор проник как можно более полно. Через 7-10 дней мы проводим повторную подкормку, используя как растворимые, так и нерастворимые формы удобрения. Нам важно сейчас поддержать наши растения и помочь сформировать им хороший листовой аппарат к моменту ухода в зиму. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. Подписывайтесь на наш канал Процветок. Процветания вам и вашему дому!